Всем привет, друзья! И это очередная, надеюсь, полезная самоделка, особенно для тех, кто самостоятельно решил обслужить свой автомобиль. При помощи данного инструмента вы с легкостью можете заменить рулевой наконечник, а также шаровую опору. Так что, если вам интересно посмотреть, как же изготовить данную самоделку, ну и, конечно же, тест этого инструмента в конце видеоролика. Поехали! Для самоделки я буду использовать швеллер-восьмерку с толщиной полки 10 мм. Также мне понадобится обычный ступичный болт, который немножко нужно будет доработать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилась вот такая неказистая заготовка, которая в процессе еще будет неоднократно дорабатываться. Но я же пока, чтобы не порезать руки, немного зашлифую края. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, инструмент уже практически готов, но чтобы испытать его по полной, его предварительно нужно усилить. И делать я это буду при помощи вот такого вот квадратного прутка. Приварив его сзади основания инструмента, тем самым мы получаем вот такую вот достаточно монолитную конструкцию. Сварочные работы мы пока отложим. И сейчас я займусь доработкой ступичного болта. Его нужно будет зацентровать, просверлить отверстие нужного диаметра и установить шарик от подшипника. Шарик нам нужен для того, чтобы болт при работе не плющился. Поехали! И так как из-за кривизны шляпки, болт изначально не хотел центроваться, пришлось проточить саму шляпку. Теперь мы центруем болт, сверлим отверстие чуть меньшего диаметра, чем наш шарик, буквально на несколько десяток, и запрессовываем его. После запрессовки шарика мы можем приступить к последующей сборке и испытанию инструмента. И после всей проделанной работы у меня получился вот такой вот монолитный съемник. В процессе сварки я решил усилить резьбовую часть и привалил сюда гайку. Также сделал небольшую фрезеровку в основании, аналогичную с заводских съемников. На тот случай, если рулевой наконечник вам нужно сохранить. Сейчас я расскажу, как же эта фрезеровка работает. Когда вы снимаете рулевой наконечник, верхняя часть пыльника становится в отфрезерованную часть. Тем самым пыльник вы сохраняете. Ну а мне же осталось немножко его оккультурить, покрасить и можно приступать к испытаниям. И теперь тест самоделки в реальных условиях. Устанавливаем съемник на поворотный кулак. Смотрим, чтобы он не повредил пыльник рулевого наконечника. Также смотрим, чтобы он стал ровно без всяких перекосов. И начинаем предварительную затяжку. В это время нужно быть очень аккуратным, потому что наконечник может выстрелить в любой момент. И вы можете пораниться. Если наконечник не выходит, делаем натяг еще сильнее. При помощи молотка делаем точный и сильный удар в заднюю часть съемника. И наконечник должен выйти из поворотного кулака. И как мы видим, съемник даже не деформировался. Что говорит о достаточно надежной конструкции данной самоделки. Друзья, если вам понравилась данная самоделка, то поставьте лайк. Также напишите комментарий, что вы думаете по поводу данного инструмента. Ну и конечно не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще более интересные и свежие видеоролики. На сегодня это все. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok